Приветствую, друзья! Всё в нашем детстве. Вся наша защищённость, вся наша безмятежность. Если вы вспомните, когда вам было 2-3 года, ну, до момента, когда вы, например, первый раз испугались, заболели там или ещё чего-то, вспомните состояние детской защищённости, безмятежности, надёжности. Или папа и мама, или бабушка, они вам говорили, кушай, Петя, кушай, Надя, кушай, Маша. Они за вас всё делали. Они вам 2 года там кое-где мыли, когда надо было. А вы были защищены, вам в голову не приходило беспокоиться или бояться. И вдруг заболели, первый раз испугались по какой-то причине. Ну, например, в 17 лет, или в 5, или в 20 лет вдруг заболели, простыли. Или, допустим, у вас давление подскочило. И вы в какой-то момент вышли из своего такого состояния гомеостатического константного равновесия. Вышли оттуда. И теперь у вас доминанта всё время ожидания какого-то негативного исхода ситуации. Что бы ни случилось, вы можете и в постели теперь месяцами лежать, вы можете теперь ходить куда-то на работу и всё время бояться, что с вами что-то случится. Доминанта появилась патологическая. А вам для того, чтобы из неё выйти, надо выйти на это состояние нулевой безмятежности. Вспомните детство. А я пока вы будете вспоминать одну минуту, ещё один вопрос задам. Вот я для Марка рисую Гарбера, моего друга, картину. Рисую, рисую, он никак не заберёт. А я её всё время перерисовываю. Можете посмотреть у меня в прозе Рота с капоиспорченной картине. Это не по этой картине, а по совершенно другой. Но потом я её так улучшил, сделала с шедевром. Да, и вот здесь тоже немножко подпортил. И сейчас вот думал, как её улучшить, чтобы Марк был счастлив, получив её. И я подумал, наверное, здесь сделать улыбку. Совсем будет другое лицо. А там вот эти стенки или окна дома. А это шляпа. Ну, посмотрите, улыбку сделать, улыбку. А глаза как? Напишите мне там, глаза как нормальные? Или сделать их лучистыми? Ну, подскажите, подскажите. Подскажите, а теперь вспомните детство. Вспомните детство, такое безмятежное состояние, когда у вас всё было, когда папа и мама или бабушка о вас беспокоились, да. Да, вспомните детство. Там включаются у вас эндорфины. Это ресурсы здоровья, омоложение. Это защита. А теперь вспомните вот эту картинку. Когда вы заболели, или у вас атака была паническая, или там угрозу какую-то почувствовали, кто-то вам угрожает. Он вам написал, я тебе туда-сюда, вот ты увидишь, что я с тобой сделаю. Или ещё что-то такое. Да, как выйти из этой доминанта? Потому что угроза, страх сразу создаёт патологическую доминанту. А как выйти? А выйти так вот, или ты делаешь повторяемые движения, вспоминаешь момент, защищённый, когда ты был в детстве, ты тоже там играл в футбол, или дирижировал, или на беду, делаешь повторяемые движения. Да, или ты делаешь вот такие движения, или ты по столу стучишь. Как мне это же рассказывал, я когда нервничаю, выставлю руку так на столе, и стучу по нему, и успокаиваюсь. Директор Щукинского училища, там, где я проводил курсы для студентов, которые тебе уже взрослые. И там одна девушка мне сказала, а я когда делаю ваши левитационные упражнения, выхожу на это состояние, когда у меня уходят как бы все земные заботы. И я как бы нахожусь в состоянии такой небесной защищённости, когда меня ничего не волнует, и когда мне всё по силам. Поэтому, друзья, у нас будет бесплатный ликбез очередной, следите за объявлениями, выходите там в Zoom, задавайте вопросы, и не подчиняйтесь никаким угрозам. И сами себе их не создавайте, потому что у вас всегда есть ресурс, вспомните нулевое состояние. Вот это состояние между сном и бодрствованием, это состояние безмятежности, когда нет страха, комплексов, стереотипов, и когда у вас появляется поток ассоциаций в русле вашего мышления, решения какой-то проблемы, в русле надежды. А сила открывается чувствам, перспективы. Поэтому никогда ничего не бойтесь. Бесплатные ликбезы у нас идут регулярные. Выходите туда, задавайте вопросы, получайте развернутый ответ. До встречи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!